Добрый день дорогие севастопольцы, добрый день Сергей Анатольевич Беноли, добрый день Сергей Анатольевич Нечаев. Традиционно в серии передачи о чем говорят в Беноли, поднимаем глободневный вопрос, обсуждаем, рассуждаем, комментируем, предполагаем. И у нас сегодня такой вопрос очень интересный, больной вопрос, который остаётся без внимания. Что наши дети, кем они вырастут и что от них потом ждать? Мат уже сейчас мы видим, малолетки ругаются матом, электронные сигареты, употребление спиртных напитков. И в конечном итоге многие уже, чуть ли не с детства, уже приобщены к наркотикам. Проблема серьёзная, что вы по этому поводу думаете? С кого начнём? Давайте с меня, давайте с меня. Давайте с меня, вы давайте. Ну это действительно больной вопрос к детям сегодня, особенно подросткам. Время упущено, значит то, что мы на сегодняшний день имеем, ну что-то оптимизма они как-то не внушают. И честно скажу, мне даже страшно становится о своём будущем, когда я уже буду, если доживу, конечно, дедушкой ходить. С позиции прожитых лет? Да. Нет, не с позиции прожитых лет, а именно то, что я уже когда стану беспомощным, сегодня-то я ещё сдачи могу отдать, то я сомневаюсь в том, что если мы не изменим ситуацию, оставим всё как есть на сегодняшний день, то у нас с вами эти подростки, но они уже будут, конечно, старше, просто будут, ну, издеваться. Да, они издеваться. Вот смотрите, первый вопрос. Почему это происходит? Ведь это власть, чиновники должны. У нас, ну, даже давайте возьмём город. В Севастополе не работает ни внутренняя политика, ни до департамента образования, молодёжи и спорта. Да, они есть, номинально у нас всё есть. Тут уже даже больше, чем хотелось бы или чем нужно. Дети сами по себе сегодня. Электронные сигареты в школах курят, я не знаю, там, с 12 лет, хотя, наверняка, есть какой-то предел возрастной. А, да, да. Должны вверх им отпускать эти сигареты и всё остальное. Дальше. Когда ко мне приходит учитель, моего возраста, учительница, мы сидим разговаривали, Северина Атольевич, представь, меня дети не посылают на трибуку. Я добилась этого, полгода добивалась, но всё-таки меня сейчас перестали посылать. Значит, дальше что мы с вами видим. Вот я не знаю, какой, но у меня этот мат, когда я приезжаю, я уезжаю рано, когда все спят. И приезжаю поздно. Но когда я приезжаю, ну, раньше, да, там, девять часов, молодёжь, что сидит сама по себе на улице, вот это, крики, маты, ты делаешь им замечания, они тебе тыкают. Вы знаете, вот хочется их оскорбить, конечно, ну, сказать такое слово. Они мне во внуки годятся. Они мне тыкают, морду мне хотят набить. Ещё что-то мне рассказывают, когда им говоришь, вы что, материтесь. Ну, если вам нравится материться, ну, материтесь так, чтобы кроме вас никто не слышал. А они же же во дворе сидят, люди-то слышат, ещё и громко это, или на остановке, у меня прецедент был с одним-то. А там же колледж как раз находится рядом, да? Да здесь дело не то, что колледж, но это же дети, подрастающее поколение ходят сигаретами. Посмотрите, как наши девочки, ну, дети, девчонки одеваются, да, берут вот этот вот с запада вот эту ерунду, сигаретами ходят. Она идёт, и там 12 лет ещё, там, от вершка, два вершка, она уже матерится. Она проходит мимо тебя, чуть ли плечом тебя не касается, идут матом разговая. Ну, как на это реагировать? А вы представьте, это будущие матери, они уже сегодня курят электронные сигареты, мы можем представить, что там будет. Они матерятся, их поведение, для них сегодня выйти замуж девственницей, да, сегодня, да, это не фантастика, это считается как это неприличие. А, пережиток прошлого. Да, вы понимаете, что происходит? Где это, политика, где эти, блядь, правительства Российской Федерации, которые должны этим заниматься? Где родители, где мы, деды, бабушки, да, которые закрывают на всё глаза? А ведь это всё идёт и со школы тоже, да? У нас раньше было Министерство образования, а сегодня что? Министерство просвещения. Ну да, тебя просветили просто, и всё. Анариком просветили. О чём мы говорим? У нас, у каждой нации, да, для того, чтобы народ был, народ, власть должна следить за здоровьем и за развитием, да, чтобы нация росла, приумножалась, умножалась. Система ценностей должна быть. А у нас нету, у нас культурные ценности сегодня уничтожены, традиции уничтожены, да, духовные ценности уничтожены. Вот подойдите, поговорите, вы, вот я о детях говорю, а взрослый, пример подойдёт, лежит, да, пьяных много валяется, ты к нему не подходишь, а машину номера. А раньше такое было? Нет, раньше все подходили. Раньше, Тимур, спросите у детей сегодня, у подростков, кто такой был Тимур и команда, да? Они не знают это. Спросите у наших подростков, как играть в пионер-бол, они на тебя будут смотреть, как на идиота. Понимаете, в чём дело? У нас сегодня всё переведено на бабки. Если мы в наше время, в советское время, мы в школах, спортзалах работали, тренера были, да, там занимались, были подростковые клубы, сегодня эти подростковые клубы продаются, отдаются, дарятся там и всё остальное. В школах, попробуй зайди в школу, везде заборы, решётки, даже на футбольном поле или на спортивной площадке школы, ты, да, делают во дворах. В школах, спортивные площадки, спортивные тренажёры, но опять, не во всех дворах и тянется всё. Но самое главное, я считаю, что и школа, и родители, и общество, которого сегодня нет, у нас нет общества. Мы должны формировать детей, мы должны детей направлять. Вспомните, как раньше было, да? Мы же сами по себе гуляли, нас родители выпускали, скажем так, утром, и мы приходили вечно. Поздно ночью. Поздно ночью, но мы же росли в коллективе, были требования, были понятия. Разве можно было тогда целоваться в открытую, да, или материться? Я вообще не знаю, что такое ума. Ну да. Взять девчонку, когда ты с девушкой гуляешь за талией, это тоже было как бы неприлично. Вульгарно. Вульгарно, да. Одевались нормально. А сейчас, когда они, посмотри, там, как я говорю, два вершка, два горшка, глаза накрашены. Вот такие, во, как это. То есть, доктрина Алина Даллеса, у меня этого, не стесняюсь, я не обвиняю никого, но у нас работало отлично. Они сделали свои дела. Чиновники, да, чиновники сделали все, чтобы эта доктрина Даллеса, я не буду говорить за всю Россию, состоялась в Севастополе на 100% полностью. Вы посмотрите, сегодня интернет откройте, у нас дети имеют телефоны все в доступ к интернету. Интернет никто не контролирует, да? Гаджеты эти, маджеты. Зайдите, наберите групповой секс в России. Дети, студенты секс устраивают. О чем мы можем говорить? Групповой, блин. И что они там творят, мама не горюет. Но это же, где этот, этот, Сенс? Где этот Роспотребсоюз или надзор, да, который там, прививки делайте, а остальное не делайте. Да что это такое? Да, мне страшно. Я не хочу, чтобы мои дети, ну, у меня дети, взрослые, мои внуки пошли по этому пути. И надо останавливать это безобразие. Это мы убиваем свой народ. У нас будущего не будет, ребята. Можно много говорить и кучу примеров приводить. Пьяные, бухают. Я что хочу, то ночью и делаю. Даже голым будут бегать. Но нормальный подросток будет говорить об этом? То есть деградация, полная деградация. Когда родители сидят на детской площадке, на детской площадке пьют пиво и едят вот эти в целлофанах там, я не знаю, рыбу, селедку, что там, увядом надо. На детской площадке сидят. Когда родители сидят за столом, во дворе, да, есть столы, что мы во дворах, распивают, а детвора бегают. О чем мы говорим? За три года надо, чтобы была целенаправленная программа правительства России. Но вопрос, к сожалению, надо признать, что там некому обращаться. Ну вот в том-то и дело. И, кстати, я еще хочу сказать, что и вандализм, и фактически сидят, как вы говорите правильно, в мобильных телефонах, компьютерах, игры, стрелялки. Потом у них психика в непорядке становится. Масса, масса, масса. Павел Евгеньевич, извините, я просто закончил. Понимаете, мы детей винить. Нельзя винить, нельзя. Если я спрашиваю пацанов им по 16 лет уже, я говорю, слушайте, а вы знаете подвиг Краснофорца в Черномовце во время войны? Нет, не знаю. Я начинаю говорить подвиг, фамилия, да, нам в школе об этом не говорили. А я не знаю, что такое Севастополь и видение, да, вот. А я не видел этой книги или что это, учебник, или что это, учебник, да. А там есть это или нет? Да, есть, конечно, там все есть. Все есть. Так, а почему в школах туда это не говорят? Потому что сейчас его убрали, по-моему. Убрали, да? Ну, не во всех школах, по-всяком случае, и есть. Так, а почему мы молчим тогда, а почему родители молчат? Почему они поднимают вопрос в Севастополе департамента образования, если люди не на своем месте, а на тех погранный метод. Если нам будут рассказывать, что это вся Россия так живет, а это нашим детям вредит. Пусть так вся Россия живет, а всех устраивает. У нас дети, это наше поколение. Вспомните, как в русское время... А кто говорит, что так вся Россия живет? Ну, нам же, чиновники говорят, что все так живут. Вся Россия так живет. И не я же придумал. Извините, Павел Гурчук. Сергей Анатольевич, вы отец каких детей? Пятерых. Пятерых. Вот расскажите, у вас самый богатый опыт в этом плане. Да, опыта у меня хватает. Вот вы Советский Союз вспомнили. Как мы жили в Советском Союзе, как там, к сожалению, там тоже были детское пьянство и курение. Сам курить начал в 9 лет. Ну, оно же не было таким маслом открытым. Я тоже курить еще. Да, и 7 лет попробовал. В нашей компании... 6? В нашей компании тоже там уже в раннем возрасте, где-то лет, наверное, в 15 уже начали приобщаться к вину. Но все, кто в это, как бы, погружался, все закончили плохо. Потому что, как бы, это появляется зависимость. Сейчас, конечно, вызовов значительно больше. Я не знаю, вот с этими электронными сигаретами, это вообще неизведанная вещь. Что там будет впереди, я не знаю. Но, действительно, контроля же никакого нет. Чуть-чуть наркотика добавьте, да и все. Да, дети... Там без наркотика, это же химия. Все, что нет природы, табак хоть немножко, там вот эти смолы, там все вот это хозяйство. Это индустрия. Ну, конечно, а химия, она же противна организму, любому живому организму. Она пользу однозначно не принесет. А раз она не несет пользу, значит, она принесет вред. Правильно? Ну, конечно. А если ей пользоваться, тем более, постоянно. Я уж про наркотики не говорю, это бич, но, как говорят, с наркотиками бороться невозможно. Да я в общественную организацию возглавлял 21-го без наркотиков и прекрасно знаю, что это такое. И прекратил свою деятельность из-за того, что меня как общественную организацию на 10 тысяч штрафовали. Есть принципы. Я просто отматерил всю налоговую инспекцию и ушел оттуда, когда меня вызвали на такой же столб. Вот там сидели все начальники отделов, которые лично меня знали. Потому что вот эта вещь, наркотики, это государственная проблема. Кто занимается государственной проблемой? Почему эту проблему решить не могут? Да потому что заинтересованы очень много людей, от которых много чего зависит. Они в этом заинтересованы. Это бизнес. Как говорил Аль Капоне, ничего личного, просто бизнес. Понимаете, ситуация какая? Вот это, ну как сказать, там, пофигистическое отношение к нашему будущему, оно у скольких, я не знаю, чиновников, ну будем так это называть, или людей, которые занимают определенные должности в определенных структурах. Где, куда вы смотрите вообще? Начинают говорить о том, что у нас там нужно вводить какие-то программы, заботиться о том. Такое первое, о чем должны заботиться, это о подрастающем поколении. Говорят, ой, у нас там демографическая яма. Да не демографическая у нас яма. У нас просто снижается, у нас несколько этих демографических ям было. Война, там, 90-е годы, когда смертность превалировала. А после этого, вот сейчас они рожают, понятно, что, ну кого они, понятно, роста не будет, потому что, ну их мало, тех, кто рожает. Они же не могут там по три раза в год рожать, правильно? Поэтому это не демографическая яма. Я вот убежден в этом, что это просто пользуется вот этими, как бы, ну, данными фальшивыми и навязывают их населению. Какая демографическая яма? Была у нас яма в 90-е годы? Да, была. Вот сейчас она сказывается, как раз вот эти 20-летние дети, которых родилось в то время мало. Они сейчас рожают. И, конечно, будет вот этот минус. Но пройдет эта волна, там, и через 10 лет пойдет большой плюс. К социальному уровню что должен быть? Защищенность? Вот о социальном уровне должны думать уже как раз государственные службы. Они у нас же заняты все чем? Все заняты собой. Вот ты на государственной службе, я чиновник по образованию. Я когда в университете меня профессор спросил, зачем вы идете? Я на полном серьезе говорю, да, чтобы, может, как-то улучшить жизнь, там, чтобы там людям было проще, свободнее. Он на меня посмотрел, как... На дурака, да, не для этого туда идут. Ну, парень, ты что там, типа, там, гонишь мне или чего, понимаешь? Потому что люди идут зарабатывать самый легкий способ заработать. Люди идут там зарплату не считая, потому что дополнительные заработки. Вот что нужно думать. Об образовании говорим. Раньше школа же воспитывала, сейчас же воспитания в школе нет. Нет воспитания. Вот, говорите, как везде в России, вот я приехал из Екатеринбурга, вот нас серьезно резануло здесь вот именно мат. Вот очень сильно резанул детский мат. У нас такого не было. Я не знаю, как сейчас, но я серьезно говорю, что я не, как бы, не говорю о том, что там Севастополь, что так. Вот, просто нас это реально резануло. Потому что, ну, матеряться, блин, от мала до велика. С этим бороться нужно, но нужно бороться всем обществом, везде. Потому что ребенок, у него есть желание казаться взрослее. Поэтому он матерится, курит, что ему, вроде, он чувствует себя взрослым. Стремление такое, если это надо объяснять, родителям. Родители чем заняты? Родители заняты зарабатыванием денег. Чем больше? У кого-то их достаточно, но нужно еще больше. У кого-то их не хватает, и они в постоянном поиске. И поэтому недовоспитание школа не воспитывает. И вот этот вот вакуум, его заполнить нечем. Вот говорили о том, что там секции. Да, раньше были же секции какие? У нас же в каждом городе сейчас есть школа Олимпийского резерва. А что такое школа Олимпийского резерва? Это же должны быть все олимпийские виды спорта. А какие там Олимпийские виды спорта? Где вы сейчас найдете эти секции легкой атлетики, тяжелой атлетики, там, я не знаю, обычные волейбольные? В некоторых городах волейбольную секцию не найти. Потому что, ну, ее нет в расписании. Раньше же тренеры получали зарплату, а сейчас все секции платные. И куда идут? Идите, ну вот мы всегда гордились там русским хоккеем. У нас и сейчас звезд много, у нас талантов огромное количество. Попробуйте в хоккейную секцию прийти. Сейчас надо там столько заплатить. Это форма сколько стоит. Там самое дорогое. Раньше приходишь в эту хоккейную секцию, тебе все дадут. И коньки дадут, и форма. Пусть она дырявая, пусть она там какая-то такая. Но тебе дадут ее. Не надо было ничего покупать в советское время. Сейчас этого нету. Тот же Тарасов там сделал золотую шайбу. В каждом дворе была команда, играли. Потом кожаный мяч, вернее сначала кожаный мяч сделали. И то же самое от дворовой команды шли. Футбол, хоккей, это были основные виды спорта. В каждом дворце спорта была и легкая атлетика, и тяжелая атлетика, и плавание. Все на свете. Сейчас все платное. Какие сейчас секции? Это силовые. Каратэ, бокс, там все. Все, да, я понимаю, да, это нужно делать, но это нужно делать в школах. Чтобы парень мог за себя поставить близких своих, чтобы была какая-то взаимовыручка. Это должно быть. Там культивироваться. А не то, что там кто мог заплатить, заплатил, а остальные там идите. И вот они сидят. А потом мы говорим, вот он сидит, вот такая вот у него фигура, блин, искривленный позвоночник. Потому что он сидит за компьютером или вот в гаджетах целыми днями. Да, и психика, и все что угодно там может быть. Потому что там можно взять все, что угодно. У нас нет воспитания. Кто о детях заботится? У нас, вот Сергей Анатольевич говорил, что у нас там огромное количество чиновников, там, детских департаментов, занимаются и внутренней политикой. Всем, что делают, и так далее. Объясните мне, если там огромное количество чиновников, которые занимаются внутренней политикой. Почему у нас такое бескультурие-то на улице? Почему у нас эти подростки? Реально не хочется им делать замечания, потому что начинают цепляться. Вы не имеете права мне так говорить. И все. В советское время, блин, отшлепал бы и по барабану. А сейчас же все думаешь, сколько там статей тебе привяжут, если ты, не дай бог, там на кого-то руку поднимешь. Ну, это же, о чем это говорит? Если уж мы хотим, чтобы у нас общество было здоровым, чтобы это общество нашу страну продвигало, чтобы люди могли понимать, что у них есть будущее, что они в этом будущем не загнутся, потому что все будут заняты поисками только что-то для себя, или уедут из этой страны, если там, не дай бог чего, как это происходит уже 30 лет. Но нужно что-то делать. Кто этим должен озаботиться? Зачем вот этот огромный штат чиновников, которые не думают о будущем? У нас в стране все есть, мы все можем, нам не надо ничего. Нам нужно только заботиться друг о друге. А у нас что? Ой, ладно, я сейчас зайду на эмоции. Поэтому о детях нужно прежде всего заботиться на всех. И тема Россия, и Роснажаев не должны занимать какие-то посты в городе вообще. Я бы поднялся. Я забыла на путь. И все, вот это все. Нужно быть контролируем. Немного больше, чем в Севастополе принято. То есть у нас уменьшили. Мы все делаем для севастопольцев. Никто ж не спорит. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова